МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть переработки на фри, на чипсы, есть на крахмал, есть на ловый картофель, есть сорта картофеля для раннего потребления, которые радостно заревают. Делегация КНДР посетила Центр картофеля имени Лорха. Добавились номинации. Это очень знаковое событие. Это говорит о том, что первый фестиваль оставил после себя приятные результаты, впечатления. Во Дворце культуры стартовал второй фестиваль, объединяющий таланты. Команды первенства Московской области были разделены 11 команд на две группы. В округе провели первенство Московской области по русскому хоккею. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь подробнее об этих и других событиях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробности в сюжете. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2200 обращений. Возбуждено 28 уголовных дел, из них 19 раскрыто по горячим следам. На совещании рассказали о новых проектах в Люберцах. Один из них – Люберецкий трудовой отряд. Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет может официально работать на территории округа в сфере благоустройства и организации мероприятий в свободное от учебы время. Работа в соответствии с трудовым кодексом предусмотрена. Работа заключается в трудовые договора с нашими муниципальными учреждениями. Спорты, культуры, образования, парков. Для того, чтобы желающий от 14 до 18 лет мог получить данную работу, помочь городу и заработать какие-то средства, необходимо просто обратиться в Центр Люберецких трудовых отрядов. Обсудили и новые подходы к организации школьного питания. В январе 2024 года стартовал проект «Буфет глазами учеников». В него входит модернизация столовых. В современном кафетерии можно будет не только устроить перекус во время перемены, но и проводить творческие встречи. Аналогичный проект, находящийся в стадии разработки в ближайшее время, появится в Инженерно-технологическом лицее, который носит созвучное название со школы «Лицеист». Перед запуском данного проекта в школе состоялось голосование среди учащихся за проект, где 98% голосов отданы за открытие данного проекта и за введение нового формата «Буфета». В конце совещания огласили ближайшие массовые мероприятия на праздничные дни в феврале и марте. Программу можно посмотреть на сайте администрации и в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В деревне Токарёва прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Для удобства люберчан её провели в тёплых автобусах. Жители городского округа задавали вопросы главе и его профильным заместителям. Все подробности далее. Тот случай, когда автобус не средство передвижения, а место, где можно получить ответы на важные вопросы. Чтобы жителям было проще сориентироваться, на них указаны названия отраслей. Больше всего пассажиров в автобусе, транспорте, дороге. Больше всего по 348 маршруту, который следует до метро «Котельники». Говорят, большие интервалы на данном маршруте. Но у нас перевозчик тоже здесь, Калинин Сергей Александрович, зам директора по перевозкам. Совместно с ним отработаем, изменим расписание, увеличим количество рейсов. Вопросов у жителей Токарёва накопилось много. Самая острая тема – возведение высотных домов и промышленного кластера на месте полей. Жители деревни против застройки. Мы не против развития области, в целом Люберец и новых рабочих мест, но мы за то, чтобы эта земля работала как сельхозугодья. Есть масса вариантов, как пристроить это всё и организовать, но чтобы это не ушло в застройку и не пропало. Мы, как жители, не собираемся сдаваться и отдавать эту землю под застройку. С этим вопросом жители городского округа обратились напрямую к Владимиру Волкову. Вчера был градостроительный совет Московской области. Мы вынесли своё предложение о запрете строительства на этой территории. Но вчера нас правительство Московской области полностью поддержало. Никакого проекта нет. Весь этот проект на вчерашний день мы заблокировали. Также жители деревни просят восстановить мост через Новоризанское шоссе. Чтобы ускорить этот процесс, в ближайшее время планируется разработка нового проекта. Что касается федеральных трасс М5 «Урал» и «Юла», то их строительство завершится в конце этого года. Удобно припарковался один человек, а страдает весь двор. Недобросовестных водителей, которые оставляют личный транспорт у контейнерных площадок, будут наказывать штрафами и эвакуацией авто. О новых правилах, которые вступили в силу в Московской области, расскажем в следующем сюжете. Эту иномарку забирают на штрафстоянку за то, что она припаркована в неположенном месте. Водитель проигнорировал дорожные знаки, предупреждающие о том, что стоянка здесь запрещена. Такие последствия теперь ждут каждого автовладельца, который оставляет свой транспорт у контейнерных площадок. Вместе с госавтоинспекцией работать с нарушителями будут сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля, а также инспекторы ГУСТ Московской области. Они будут проверять дороги общего пользования, а также внутридворовые и внутриквартальные проезды, где установлены новые знаки. Там, где наиболее проблемные места для парковки возникают во дворе, данные правила были разработаны. Там, где такие знаки появились, соответственно, начинают действовать правила, которые регулируются Кодексом административных правонарушений Российской Федерации. За нарушение и нахождение транспортного средства в зоне действия этого знака предусматривают штрафные санкции в размере полутора тысяч рублей. В случае, если оплачивается, соответственно, в течение 21 дня, то 750 рублей. Такие меры приняты для того, чтобы не препятствовать своевременному вывозу мусора. Припаркованные машины закрывают доступ техники к контейнерным площадкам. Мусоровоз уезжает пустым, а отходы продолжают накапливаться. У нас установлены трехчасовые интервалы для удобства жителей. Мы понимаем, на какой контейнерной площадке уже утром накапливаются отходы, на какой к вечеру. Поэтому очень щепетильно и гибко подходим к установке таких трехчасовых интервалов и очень важно их соблюдать. А когда мы утром приезжаем на контейнерные площадки, к сожалению, мы фиксируем в день десятки случаев, куда мы не можем проехать. И когда приезжаем уже второй и третий раз, мы видим накопление на площадке. В Люберцах новые дорожные знаки установили пока по четырем адресам. Но работа в этом направлении продолжается. Проекты организации дорожного движения разработаны на 25 дорог местного значения и на 31 дворовую территорию. Ознакомиться с их списком можно на сайте администрации городского округа. Луиза и Геозырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В бывшей школе номер 17, которую присоединили к 18 гимназии, началась масштабная реконструкция. Она проводится в рамках губернаторской программы «Капитальный ремонт». На какой стадии работы и когда они будут закончены, узнали мои коллеги. К реконструкции школы приступили в конце декабря прошлого года. На объекте трудятся около 30 человек. На данном этапе заканчивают демонтажные работы. После чего приступят к усилению фундамента, потолков и стен. Сегодня уже приступили к разработке траншей под фундаменты, которые будут усиливаться в ближайший месяц и снаружи, и снутри. Затем будут усиливаться все оконные и дверные проемы. Затем будут меняться перекрытия с деревянных на аналитные. Первый этаж, второй этаж и третий этаж. Реставрация будет произведена не только внутри, но и снаружи здания. По окончании отделочных работ в выборе дизайна примут участие и учителя. Впереди еще много работы, но ремонт проходит под наблюдением власти и стройнадзора. Абсолютно все будет демонтировано. Это кровля. Самое главное – перекрытие. Перекрытие в этой школе деревянное. Школа была построена в 1939 году. И, конечно, давно ждала такого серьезного обновления. Учебное заведение будет снабжено новым и современным оборудованием. Также проектом предусмотрено и благоустройство территории вокруг здания. Школу планируют открыть уже к первому сентября. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Федеральный исследовательский центр картофеля имени Лорха посетила делегация агротехников во главе с президентом Академии сельскохозяйственных наук Корейской Народной Демократической Республики Ким Кван Уком. Научным сотрудникам из КНДР рассказали о последних разработках института и новых достижениях в области селекции картофеля. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. В нашем центре была разработана технология получения российских иммуноспецифических реагентов для диагностики вирусов картофеля. Это нужно для того, чтобы производить качественный семенной материал. Технологические приемы оздоровления перспективных сортов картофеля осуществляют в лаборатории колонального микроразмножения. Исследования и разработки ученых президента Академии сельскохозяйственных наук Северной Кореи заинтересовали. Ведь от качества семенного материала зависит и урожайность картофеля, и его вкусовые характеристики. Его заинтересовали разработки нашего исследовательского центра. Здесь мы ему покажем наши сорта, селекционные достижения. Также покажем достижения в области переработки сельскохозяйственного сырья. Ну и, конечно же, покажем те лаборатории, которые способствуют тому, чтобы мы смогли вывести более новые высокопродуктивные сорта. Только за последние десятилетия селекционеры исследовательского центра вывели три десятка новых сортов картофеля. На создание одного требуется от 8 до 20 лет. Каждый сорт имеет свое назначение. Есть картофель для переработки на фри, на чипсы, есть на крахмал, есть столовый картофель, есть сорта картофеля для раннего потребления, которые рано созревают. Ежегодно мы передаем госсорт испытания не менее 4-5 сортов. У нас в последнее время очень много сортов, которые не уступают зарубежным сортам, а по каким-то показателям даже превышают эти сорта по своей урожайности, по неприхотливости к условиям, по пластичности. Все это – результат кропотливого труда люберецких селекционеров. К новым сотрудничествам Федеральный исследовательский центр имени Лорха всегда открыт. Для обмена опытом сюда приезжают российские и зарубежные делегации каждый год. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Количество звонков от телефонных мошенников с каждым днем возрастает. О новых схемах обмана, в результате которых люди теряют свои деньги и сбережения, узнал Богдан Колесников. Ольга Николаевна, по вашему заявлению возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159. Я вас сейчас признаю потерпевшим и допрошу вас в качестве потерпевшим. Вы расскажете об обстоятельствах, которые произошли 3 февраля этого года. С начала января это уже 25-е уголовное дело, которое ведет Светлана Смирнова. За последние годы телефонное мошенничество превратилось в основной способ выманивания денег. Мне позвонили с незнакомого номера, представили сотрудниками банка, сказали, что на мое имя есть кредит. И чтобы его погасить, мне нужно взять новый кредит. Я, естественно, испугалась, побежала в банк, взяла этот новый кредит. Пока я это все оформляла, делала, они скинули уже как раз-таки номер ячейки, куда нужно положить деньги. Я это сделала. И за считанные часы жительница Люберец лишилась одного миллиона рублей. А след мошенников простыл. Существует очень много видов мошенничества. Звонят, ну, как правило, самое популярное, это когда звонят и говорят, что на ваше имя открыты кредиты, и чтобы их закрыть, надо взять новые кредиты. И человек приходит в банк, и когда сотрудник у него спрашивает, там, на какие цели вы берете кредит, для чего вы берете кредит, не воздействует ли вам, что, как правило, человек на это даже не реагирует, настолько его запугивает мошенник. Потенциальная жертва добровольно берет кредит и следует указаниям телефонных аферистов. В результате попадает в долговую яму. На помощь приходят сотрудники следственного отдела. По материалам, собранным оперативниками, они возбуждают уголовное дело и приступают к расследованию. Мошенничество – это преступление тяжкое. И уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы. Если человек не понимает, не разбирается в той же самой криптовалюте, не надо переводить деньги непонятно на что. Какой вывод должны сделать жители? Какой совет дадите им ценный? Быть очень внимательными, бдительными. Только за 2023 год в Люберцах возбуждено несколько сотен уголовных дел по статье «Мошенничество». Преступникам грозит срок от пяти лет лишения свободы. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 15 февраля 1989 года состоялось событие, которого ждали почти 10 лет. Последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В войне, которая унесла жизни почти 15 тысяч советских солдат, пришел конец. В 35-ю годовщину с того самого дня предлагаем вспомнить, как это было. 15 февраля 1989 года. Граница между войной и миром. Уже через считанные минуты советские солдаты пересекут мост дружбы, соединяющий берега Советского Союза и Афганистана. Долгожданное возвращение домой под командованием генерала Бориса Громова. За мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом 9-летнее пребывание завершилось. Я хочу сказать еще о том, что нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет, ну, надо памятники ставить, наверное, так. До свидания, Афган, этот призначный мир. Не пристало добром поминать тебя в Родине, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Товарищ генерал армии, соединение части ограниченного контингента советских войск, завершив выполнение задачи по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, выведены на территорию Советского Союза в полном составе командующей армии генерал-лейтенант Громов. За 9 лет, 1 месяц и 19 дней в Афганистане погибли более 15 тысяч советских солдат. Ранено почти 54 тысячи. Из Люберец в зону конфликта отправились 800 мужчин. 24 навсегда остались молодыми. В память о ребятах, которые не вернулись с той войны. В школах, где они учились, установлены мемориальные доски и парты героев. За памятником «Скорбящий ангел» установлен камень с надписью «Афганистан». А на северной стороне города – постамент с боевым вертолетом Ми-24, посвященный всем советским воинам-интернационалистам. Пока жива память о героях. Они тоже живы. Луиза Игия Зарян, телеканал ЛРТ. На фасадах 11 школ городского округа Люберца можно встретить мемориальные доски, на которых высечены имена выпускников, погибших во время Чеченской войны или в Афганистане. Теперь памятные доски появляются и в честь героев нашего времени – участников специальной военной операции. Торжественное открытие одной из таких табличек прошло в кадетской школе. Тему продолжит Луиза Игия Зарян. В музее «Сыны Отечества» кадетской школы появилась новая экспозиция, посвященная специальной военной операции. На ней представлены личные вещи и фотографии Андрея Вялова. С 1996 по 1998 год он учился в этих стенах. Участвовал во Второй Чеченской войне. В апреле прошлого года добровольно ушел на СВО. 3 мая погиб во время боев под Артемовском. Вот каким я его помню, светловолосый, как и на фотографиях, вот там вот видно, где он мальчик. Очень активный, стремящийся всегда отстоять свою точку зрения за правду. Если даже какие-то в этом возрасте, понятно, потасовки всякие разные бывали с ребятами, он всегда поступал честно. Вот, наверное, это его качество – постоять за себя, за правое дело. Наверное, и привело к тому, что он решил добровольно пойти защищать нашу Родину. Узнать о подвиге Андрея Вялова можно не только в музее. В холле кадетской школы установили памятную табличку. На ее открытии присутствовали родственники и друзья героя. С Андреем мы знакомы с самого детства. Очень много было с ним разных жизненных ситуаций. И сказать, что можно. Парень, слово своего, вот, в каких-то вещах целеустремленное. Если взялся за что-то, то уже до конца. Например, Андрей показывает, насколько правильно он был воспитан. Это человек, которым мы будем гордиться. Настоящий мужчина, который, не раздумывая, выполнил свой долг. Огромные слова уважения всей семье, вся необходимая помощь, которая от нас нужна будет, оказана семье. Мы всегда будем рядом с вами. Право открыть памятную табличку предоставили родителям героя. За всем происходящим дистанционно наблюдала его дочь, 14-летняя Неля. За подвиг, проявленный во время своего последнего боя, Андрей Вялов награжден Орденом Мужества. В Люберцах стартовал второй детский фестиваль искусств. Это новый проект Комитета по культуре городского округа, который зародился в прошлом году в честь 400-летия города. Теперь это ежегодный праздник, который собирают на одной площадке юные таланты. Как прошел первый день масштабного фестиваля, покажем в следующем сюжете. На сцене, за кулисами и фойе Люберецкого дворца культуры царит атмосфера праздника. Повсюду слышны звуки музыкальных инструментов. Первый день детского фестиваля искусств поделили на две части. Сначала перед членами жюри выступили конкурсанты в номинациях «Балалайка», «Домра», «Баян», «Классическая гитара» и «Аккордеон». Участники фестиваля – воспитанники учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Ирина Макеенко занимается гитарой в детской школе искусств номер один. Для нее это первый выход на большую сцену. С детства очень нравится гитара, как играют. Занимаюсь уже пять лет, очень нравится. Больше, я думаю, хобби, но продолжать дальше заниматься точно буду. А воспитанник музыкальной школы номер два Георгий Пискарев, несмотря на свой юный возраст, уже опытный участник различных конкурсов и обладатель призовых мест. С восьми лет он осваивает азы игры на русском народном инструменте «Домре». Очень старательно готовился к этому конкурсу и отрабатывал ошибки некоторые. У меня очень много достижений. Я участвую в конкурсах. И, главное, я смог победить свой страх перед выступлением на концертах. Сразу после выступления музыкантов состоялось награждение лауреатов. Затем на сцену вышли юные танцоры. В этом году в фестивале появились новые номинации в области хореографического искусства, народный танец и современный танец. Также впервые на суд жюри представят категорию «Хоровое пение». Мне понравилась программа. Я понимаю, что это фестиваль. Это даже не фестиваль «Дефис конкурс» и не конкурс, фестиваль, они разные. Это просто смотр общих умений, навыков и общего искусства, как дети, чего достигли. Добавились номинации. Это очень знаковое событие. Это говорит о том, что первый фестиваль оставил после себя приятные результаты, впечатления. Количество номинаций увеличилось, а вместе с ним увеличилось и число конкурсантов. В этом году их более 500. Программа фестиваля рассчитана на три дня. Финалом большого творческого праздника станет гала-концерт, на котором объявят имена победителя и обладателя гран-при. Луиза и Геазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Фестиваль на коньках «Зимняя встреча» среди спортивных балетов прошел в парке «Наташинские пруды». Показательные выступления лучших творческих коллективов Московской области попали в объектив нашего телеканала. Праздничную программу открыла команда спортивного балета на льду «Болеро» из Красногорска. Юные фигуристы много гастролируют по региону. Душевность люберецких зрителей особенно ценна. Люберцы встречают просто прекрасно. Это наш самый любимый город. Мы выступаем здесь довольно часто. Для воспитанников Люберецкой комплексной спортивной школы Олимпийского резерва это одна из главных площадок, где можно показать свой талант. Мастерство катания на коньках демонстрируют и опытные фигуристы, и новички. Сегодня будут дебютировать наши маленькие снежинки, наши маленькие детки, которые уже катаются второй год. Наши дети покажут мастерство, мастерство катания, потом представление, выступление на зрителя. Это очень хороший опыт в дальнейшем в развитии спорта. Снежный вальс исполнил спортивный балет «Эс Дэнс Клаб». Фигуристы представляют городской округ Люберцы на различных фестивалях и конкурсах. Уже скоро выступление на первенстве Москвы. Очень нравится здесь кататься, очень рада, что маленькие звездочки могут себя показать. В общем, это очень крутая возможность проявить себя. Фестиваль «Зимняя встреча» проходит в Люберцах второй раз. В этом году в нем приняли участие более 60 спортсменов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В преддверии Всемирного дня православной молодежи в Центральном парке организовали большую развлекательную программу. Для воспитанников воскресных школ у Люберецкого благочиния подготовили конкурсы и спортивно-игровую эстафету. Подробнее в сюжете. Калинка, калинка моя, саду ягод, калинка, калинка моя. Ходьба на командах лыжах, стрельба из лука, катание на тюбинге, перетягивание каната, старинная русская игра «Городки». Благодаря разнообразию программы «Развлечение по душе» нашел каждый. Эти семимильные сапоги прям очень скользкие. Ты на них идешь, у тебя ноги улетают. Ну, точно не как обычные кроссовки. Праздник сегодня достаточно хороший. Я думаю, это один из лучших, на которых я был. Песни очень веселые играют. Вот и настроение подняли, еще солнышко светит. Очень круто. Мы два этапа прошли. Вот канат и еще кидали палки. Сейчас дальше пойдем, надеюсь, победим. За первое место боролись 10 команд. Ребята представили воскресные школы Люберит, Сладкарина и Котельников, в которых обучаются более 500 человек. Самые сильные, ловкие и быстрые сегодня здесь. День православной молодежи – это прежде всего встреча с крестьянством, встреча со Христом. Мы, люди России, просто обязаны знать свою культуру. В воскресной школе обучаются дети именно духовной жизни, именно богословским истинам. Здесь, конечно, не все дети собрались, потому что кто-то остался на занятии, кто-то делает письма, пишет, кто-то вырезает подделки. Всемирный день православной молодежи отмечается 15 февраля. Христианский праздник – Сретение Господня. В России его проводят с 2002 года. По благословению Святейшего Патриарха Алексея Второго. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В комплексе Люберецкий прошел ежегодный турнир по тэквондо «Защитник Отечества». За призовые места боролись спортсмены от 7 до 15 лет. За соревнованием наблюдали мои коллеги. Турнир открылся показательными выступлениями черных поясов. Для начинающих тэквондистов это яркий пример трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели. Даниил Инамов к такому результату шел 10 лет. Мы посвящаем этот праздник нашим мужчинам, защитникам Отечества. Почти всю жизнь уделяю этому спорту и планирую дальше связать свою жизнь в этом хобби. Соревнования проводились в традиционных дисциплинах. Туль, бой с тенью и спарринг. Тэквондисты показали свои навыки, спортивный характер и силу духа. Ребята с горящими глазами пришли сегодня на соревнования. У них прекрасный настрой. Вы видели показательные выступления черных поясов. Все это говорит о том, что с каждым годом турнир набирает обороты и становится все лучше и лучше. У нас впереди всероссийские соревнования. У нас в Тамбове турнир будет скоро проходить на следующие выходные. И поедут ребята выступать за наш Люберецкий округ. Право представить честь Люберец на всероссийском турнире получили сильнейшие. Но доказать свое спортивное мастерство на Даянге был готов каждый. Конечно, нервничать можно было. Но как бы сложно было, но я старался чисто. Я оказался сильнее, чем тот соперник. В Люберцах турнир по тэквондо, посвященный защитникам Отечества, проводят 11-й раз. В этом году в нем участвовали 300 спортсменов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе стартовали всероссийские соревнования по боксу класса А среди мужчин, посвященные памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и их наставника, заслуженного тренера России Александра Щедеркина. В течение пяти дней на ринге сразятся более 100 спортсменов из 22 регионов. С участниками и организаторами турнира пообщались мои коллеги. Андрей Жуков занимается боксом 8 лет. Своё мастерство спортсмен из Архангельска доказывал на соревнованиях разного уровня. В турнире памяти Капитонова Кузина и Щедеркина участвует впервые. Два раунда, бой шёл на равных. Но в третьем, финальном, Жуков имел явное преимущество над соперником. Сам бой был напряжённый. Пытался назвать свой бой и всё вроде получилось. Первый бой всегда тяжёлый. Сейчас продышался, думаю, дальше получше. Финальные бои пройдут в заключительный день соревнований. Победа принесёт чемпионам не только золото, но и звание мастера спорта России. К достижениям желаемого результата в боксе шли и Юрий Капитонов, и Владимир Кузин. Но ранний ход из жизни оборвал их планы. В память о спортсменах в Люберцах инициировали турнир. Первый турнир проходил практически в такой масштабе, как Московская область. Но мы пригласили ещё своих друзей из города Харьков, Украина, город Чемкент, Казахстан. Было где-то человек 70, вот так вот. И сейчас уже, конечно, турнир разросся. На соревнования приехали 127 спортсменов. На ринге померятся силами боксёры из Владимирской, Тульской, Ленинградской, Курской областей и Республики Крым. Вместе со спортсменами в Люберцы приехали их тренеры. Многие из них занимались боксом у Александра Щедеркина. Заслуженный тренер России ушёл из жизни пять лет назад. Турнир посвящён и его памяти. Пять лет проводят, а проводили уже сегодня 34-е соревнование. И ребята приезжают сюда, выступают, чемпионами становятся. Но Александр Питчич проработал без двух лет шестьдесят лет здесь. За эти годы Александр Щедеркин воспитал десятки выдающихся боксеров. Среди них мастера спорта СССР Юрий Капитонов и Владимир Кузин. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошёл турнир детской футбольной лиги. На арене спортивного манежа «Спартак» встретились восемь команд. Как прошли матчи и чем ребят привлекают футбол, расскажет наш корреспондент. Первый в этом году турнир детской лиги городского округа Люберцы среди воспитанников футбольных школ собрал более ста спортсменов. Для многих это первые соревнования такого уровня. «Я хочу часто забивать мяки и ворота. На это я занимаюсь футболом. Я хочу забивать голы, чтобы кубки получить. У меня очень друзей много, благодаря футболу». Пока команда борется за мяч, на трибунах их поддерживают и товарищи, и родители. Болельщики переживали поражение и радовались каждому забитому голу. «Очень сложно на всё это смотреть. Они такие маленькие, они такие... Беспомощные, можно сказать, но сильные духом, молодцы, борются». «Сегодня я пришла как боленщица, потому что я очень сильно люблю футбол. Футбол – это не только мужская игра, но ещё и женская. У меня, я уже играю в футбол 6 лет, есть очень большие результаты». Стать профессиональным футболистом стремятся многие из этих детей, поэтому не пропускают тренировки и внимательно слушают тренера. «Безусловно, азарт сумасшедший. Ещё подкидывают азарта родители, болельщики, которые постоянно их мотивируют, стимулируют для того, чтобы они играли в футбол. Сегодня у нас на площадке ребята 2014-2015 года рождения. Это, наверное, один из самых первых их турниров». По результатам матчей больше всего голов забили игроки футбольных клубов «Люберцы», «Тамилинского урожая» и «Кометы» и «Златкарина». Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошла традиционная областная спартакиада профсоюзов по шахматам. В турнире приняли участие команды из различных городов Подмосковья, в том числе из городского округа «Люберцы». За интеллектуальными поединками наблюдала наша съёмочная группа. Юрий Лужецкий, бывший тренер по шахматам долгие годы, работал в «Люберцах» во дворце детского и юношеского творчества. Сегодня он вместе с нынешними сотрудниками учреждения участвует в спартакиаде профсоюзов. И в первой же игре он одержал победу над соперником. Я был чемпионом округа «Люберецкого» три раза всю свою жизнь. В призах всё время был, там, за мастерами. Надо держать себя в руках. Такой серьёзный вид спорта, поэтому с главой связано. Поэтому надо психически сильно, нервно держать. Всего в Большом шахматном турнире приняли участие 12 команд. Это коллектив организации из восьми округов Московской области. Участники спартакиады – представители разных профессий и сфер деятельности. Но всех объединяет любовь и интерес к шахматам. Команды разделены на две группы. Они по круговой системе выявляют сильнейшего. В итоге награждаются медалями, грамотами и кубками от Московского областного спорткомитета. Во-первых, это популяризация здорового образа жизни, потому что в спартакиаде много видов спорта. Не только шахматы, но и плюс продвижение наших правкомовских идей. Дружба, поддержка, согласие между собой. Спартакиада профсоюзов по шахматам проходит в Московской области каждый год. Этот турнир – юбилейный, 30-й по счёту. В следующем году подобные соревнования пройдут на всероссийском уровне. Луиза и Геозарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжается первенство Московской области по хоккею с мячом. За звание лучшей команды региона борются 11 мужских команд. Стадион «Урожай», где расположен самый большой каток с естественным льдомом в Москве и Московской области, вновь стал местом проведения этапа чемпионата. Подробности в материале моих коллег. Городской округ Люберцы принимает участников областных соревнований. В этом месяце завершатся финальные матчи, которые определят сильнейшие команды для выхода в плей-офф. Именно поэтому исход этой игры важен для каждого спортсмена. Команды Перенца в Московской области были разделены 11 команд на две группы. И сейчас проходят финальные игры очередного Перенца. И вот сегодня на нашем стадионе принципиальная игра. Проигравшая команда встречается с другой командой, которая будет идти бороться за остальные места. А эти команды будут бороться за призовые места, которые победители. На катке встретились спортсмены из Люберец и Павлова-Посадского городского округа. За плечами у команды «Урожай» Томилина три игры в рамках этого чемпионата. В честь муниципалитета защищают опытные хоккеисты от 40 лет и старше. Тут у нас юбилеар был 70 лет, еще бегает Слава Николаевич, Кутырин. Все, в основном, ребята, которые выходят из Денова, Москва, в том числе и я. И сами, скажем так, ребята готовятся, бегаем всегда и стараемся выигрывать. Каждую неделю по два раза тренировки у нас. К любому матчу мы готовимся, только Филимонова, соответственно. Название сильнейшей команды по хоккею с мячом станет известно 2 марта. Именно тогда состоится финальный матч, который определит призовые места. Уиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах подвели итоги проведения комплекса «Готов к труду и обороне» в третьем квартале 2023 года. Детям, которые успешно сдали нормативы, в торжественной обстановке вручили знаки отличия. Тему продолжит наш корреспондент. Обладатели знаков отличия ГТО собрали в актовом зале 44-й гимназии. По итогам сдачи норматива в третьем квартале прошлого года их 37. Сначала на сцену пригласили детей, которые показали наилучшие результаты. Самый юный, среди них пятилетний Дмитрий Авдеев. Я забью на ГТО два гола. И поэтому я получил такую медаль. Я чувствую радость. Всего золотые значки ГТО разных ступеней получили 35 человек. По одному юному спортсмену стали обладателями серебра и бронзы. Наилучшие результаты жители Люберец показали в таких нормативах, как бег на короткие длинные дистанции, прыжки в длину и отжимания от пола. Результат отличный, но у нас большие амбиции. Мы хотим увеличивать, 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 вовлекать как можно больше граждан в систематические занятия физической культурой и спортом. Ну и также, чтобы комплекс ГТО вошел, скажем так, в обиход и все стремились только к золотому знаку. Уже совсем скоро подведут итоги проведения комплекса ГТО за четвертый квартал минувшего года. Всего в 2023-м обладателями знаков отличия стали 704 жителя городского округа Люберцы. В этом году планка выше – от полутора до двух тысяч человек. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. До свидания.